НДС РБК При любом строе, чем цепляет советский стиль и как он вновь пробивает себе дорогу на модные подиумы. В семенах цветов выявлен опасный сорняк. Какие растения не нужны на дачных участках? Смотрите прямо сейчас. Жуткий гололед и падающий по тяжести снега крыша. Таким увидели город сегодня о мече. Еще накануне МЧС объявило штормовое предупреждение. Синоптики пообещали мокрый снег и сильный ветер. Прогнозы сбылись и утро для жителей мегаполиса выдалось недобрым. Травмы и ушибы различной тяжести получили те, кто добирался пешком до остановок общественного транспорта. Сегодня, да, конечно, тротуары кошмар какие. Очень скользко. На остановках, да, потому что там снег убирают и получается покатый склон. Неудобно вылазить с общественного транспорта. Ночью же в детском саду номер 388 в районе третьего разъезда под тяжестью снега обвалился козырек, установленный над входной дверью. Также пользователи интернета отметили, что с крыши свисает снег и наледь. Кроме того, по официальной информации, во время работы по очистке от снега крыши на Омском велотреке произошел обрыв части кровельного ограждения в том месте, где оно выполняло функцию снегоудержателя. Причиной ЧП сейчас устанавливает специальная комиссия. Тем временем чиновники мэрии свое внимание концентрируют на том, как предприниматели убирают подведомственную им территорию и сколько снега в целом вывезено из города. По данным муниципалитета, на специализированный полигон уже отправили более 540 тысяч кубометров снега. Но, как заверяют жители магистрального, в эти выходные некоторые водители самосвалов пытались сбросить снежный груз на пока еще не застроенных участках в районе улицы Западная, на окраине поселка, пытаясь, видимо, так сэкономить горючее и не ехать на спецплощадке. Пользоваться тормозами осторожно, не выезжать в город на спущенных шинах и соблюдать дистанцию. ГИБДД напоминает автолюбителям основы контраварийного движения в сложных погодных условиях. Так, только в утренние часы в Омске было зарегистрировано более 20 аварий. Самыми распространенными видами ДТП стали наезды на стоящие рядом транспортные средства, а также наезды на пешеходов и препятствия. Как обещают синоптики, дождь, гололед и метель задержатся в городе как минимум до 3 марта. Соответственно, и дороги останутся скользкими в ближайшие дни. При необходимости с сотрудниками ГИБДД будет инициировано ограничение передвижения пассажирского транспорта, в том числе задействованного при организованной перевозке групп детей. АМИЧИ в соцсетях жалуются на очередное подорожание проезда. Как уверяют пользователи на некоторых частных маршрутах, стоимость поездки поднялась с 22 до 25 рублей. Не исключено, что предприниматели, договоры с которыми в мэрии пообещали разорвать с 1 марта, решили напоследок подзаработать на пассажирах. Между тем, самоадминистрация уверяет, что уже через два месяца АМИЧИ смогут лично оценить работу городской администрации по повышению качества муниципальных пассажироперевозок. В мае планируют ввести анонсированные ранее повременные электронные билеты. В августе должен состояться запуск системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью различных банковских карт. А в декабре АМИЧИ смогут оплатить проезд карты МИР. До конца года в мэрии намерены обновить муниципальный автопарк. Запланировано приобретение в лизинг 30 пазов средней вместимости. Как уверяют городские специалисты, новый подвижный состав позволит существенно сэкономить бюджет на ГСМ и при этом повысить качество перевозок. Метро уже не построят, а самолеты из Федоровки не полетят. Депутат Госдумы от Омска Андрей Галышко на пресс-конференции разбил последние надежды Амичей на жизнь в современном городе. По мнению политиков, в самом Омске нет такого количества пассажиров, а в бюджете города денег на реализацию масштабных проектов. А потому главная задача власти на ближайшее время – сосредоточиться на поиске новых источников налогов. В частности, сам Андрей Галышко в настоящее время работает над законодательной инициативой, которая будет четко регламентировать юридическую регистрацию компаний по месту ее расположения. Законопроект позволит в будущем предотвратить утечку налогов из регионов в крупные деловые центры, прежде всего в Москву и Санкт-Петербург. Затронул парламентарий скорые выборы городоначальника и даже назвал фамилии фаворитов скорой предвыборной гонки. И Бойко, и Шелест, и Меркулов, и Фролов, который вот тоже звучит, как я понимаю, абсолютно адекватны и готовы к тому, чтобы быть главой города. Мне кажется, у каждого из них есть какие-то плюсы, есть какие-то минусы. Я их считаю настоящими профессионалами. Настоящими профессионалами. И если кто-то из них возглавит город, я буду очень доволен, надеяться и буду им помогать и подставлять свое плечо. Причем, по мнению Андрея Галушко, отмена прямых выборов мэра – решение закономерное. Кроме того, вряд ли сами амичи заметят изменения, судя по рекордной низкой явке на избирательной участке в 2012 году. Новая система с недостатками, считает депутат Госдумы. Прежде всего, она до сих пор мало понятна большинству амичей. Однако у сети-менеджера есть и ряд преимуществ. Хотя бы потому, что выдвигая от себя кандидатуру на пост градоначальника, губернатор будет отвечать за человека, которого сам рекомендовал депутатам Горсовета. В затишье перед политической бурей, когда до очередного выборного цикла остается несколько месяцев, омские политехнологи собрались, чтобы отметить свой профессиональный праздник. Ведь он есть у барменов, риэлторов и даже фрилансеров. Так чем же политконсультанты хуже? К тому же, эта профессия одна из древнейших, о людях способных влиять на общее мнение, известна с первобытных времен. Сегодня политехнолог уже не шаман с бубном, а редкий и очень востребованный специалист. Особенно, когда на политическом фронте назрели перемены. Это прикладные знания, это прикладные навыки, которые позволяют решить ту или иную задачу, проще говоря, привести кандидату к победе на выборах в ситуации политической конкуренции. И в этом случае омские политехнологи ничем не хуже других политехнологов. Мы видим, что есть успешные компании, есть успешные специалисты, которые могут своего кандидата привести к победе. Сегодня товарищи, завтра оппоненты. Но даже при условии соперничества есть у политехнологов общая задача. Взрастить поколение специалистов по выборам. И праздник как раз повод поговорить об этом, без галстуков и лишнего официоза. Куратор внутренней политики региона Владимир Компанейщиков желает представителям политической элиты создавать семьи и рожать новых политтехнологов. Очень бы хотелось, чтобы в этой среде были, в первую очередь, люди государственного отношения к политике. Это не люди авантюристы, не люди, которые воспринимают свое участие в политике как способ, извините, просто заработать денег. А в первую очередь, работать на развитие страны. А вот где работать на развитие страны? У себя дома или в гостях? Еще одна тема дискуссии. Человек относительно новой в омской политике, медиа-менеджер Александр Малькевич уже заметил, как нерационально используются кадры в этой среде. В Омске можно говорить о том, что существует школа политических консультантов, людей, которые успешно работают в других регионах. Но при этом они странным образом не востребованы здесь, на родной земле, при том, что периодически сюда как раз пытаются привлечь москвичей, уральцев, хотя они не знают специфику омскую. И на десерт политическое лакомство депутат Омского городского совета. Но настоящий вкус победы политтехнологи почувствуют в сентябре, после выбора в городской парламент. Правительство России намерено занять недостающие в экономике деньги у народа. Сегодня глава федерального Минфина анонсировал выпуск облигаций федерального займа для населения. Желающим прокредитовать государство придется раскошелиться минимум на 30 тысяч рублей. Максимальный объем инвестиций – 25 миллионов рублей. Доходность по бумагам, как уверяют в Минфине, будет выше объема обращающихся на рынке облигаций на полпроцентных пункта и за три года составит 8,5%. В Минфине особо отметили, что бумаги можно будет продать только банку. При этом гособлигации составят серьезную конкуренцию банковским депозитам. Вклады, по мнению главы их федерального ведомства, всегда несут в себе определенные риски, тогда как объем вложений в федеральный займ на 100% гарантирован государством. Самая дорогая вакансия месяца оказалась в системе здравоохранения. Платить зарплату 150 тысяч рублей, по данным портала Headhunter, готовый врачу. Правда, для того, чтобы получать такое денежное вознаграждение, нужно работать не в больнице или поликлинике, а вахтовым методом на нефтяной платформе. Продолжительность вахты 30 дней. Впрочем, раскошелиться на 150 тысяч рублей ежемесячно для продюсера, готовая одна из рекламных студий Омска. По рабочим специальностям тоже есть хорошие с финансовой точки зрения предложения. Так водитель может рассчитывать на 110 тысяч, если согласится на работу вахтовым методом в Якутске. При этом его доход будет выше, чем у инженера-программиста или менеджера по продажам. Им потенциальный работодатель готов предложить от 30 до 100 тысяч рублей. Россиянам надоело экономить. Данные соцопросов свидетельствуют, финансовая ситуация пугает все меньше. А беспокойность по этому поводу сегодня высказывают всего лишь 28% опрушенных. Еще год назад этот показатель был на уровне 40. Россияне стали больше тратить на продукты питания, развлечения, спиртное. Эксперты даже говорят о восстановлении продаж на докризисном уровне. Единственное, на чем граждане экономят – на лекарствах. Экономисты объясняют этот тренд тем, что россияне переключились с импортных препаратов на более дешевые отечественные. На основе этих исследований эксперты делают вывод – россияне адаптировались к кризису и их расходы возвращаются на прежний уровень. Правда, многие все же остаются чувствительны к изменению цены. Доля тех, кто готов переплачивать за качество, все еще сокращается. Жесткая советская идеология, серые рабочие костюмы, равенство во всем, даже одежде и мода, на первый взгляд, совсем не сочетаются. Однако, если посмотреть, например, на эту витрину, то становится понятно, что стремление к красоте не под силу остановить даже тоталитаризму. Одинаковые платья, однотипные ткани, стандартные головные уборы, но это совсем не мешало проявлять индивидуальность. Нужно было просто фантазию приложить, так, чтобы это было не под копирку, что называется, и не такое, что видишь на каждом, а чтобы твое платье, оно чем-то отличалось. Придумать какой-то дополнительный штришок, там, платочек или вотрюшечку какую-то. Как одевались наши мамы и бабушки, где черпают вдохновение современные дизайнеры. В историко-краеведческом музее открылась выставка «Модники и модницы» – советская мода 20-70-х годов. В экспозиции представлено более 150 экспонатов. И это не только платья, туфли и шляпки. Косметика, бижутерия, предметы домашней утвари и даже парфюмерия. Мода, по словам организаторов, проявляется во всем. И те же самые духи «Красная Москва», которые появляются в 30-е годы, были и в 70-е, и в 80-е популярны. И, кстати, они были популярны не только у нас в стране, но и за рубежом. Это вообще один из лучших мировых ароматов. Яркие принты, романтичные рюши и кружева. Судя по последним подиумным тенденциям, мода на советский стиль возвращается. Поэтому современным модницам, возможно, стоит повнимательнее приглядеться к выставленным здесь нарядам. Подобрать что-нибудь к следующему сезону, конечно, не получится. Вся одежда представлена в единственном экземпляре. Но найти источник для вдохновения точно удастся. Сегодня у православных россиян начался Великий пост, который продолжается 40 дней и должен подготовить верующих к встрече главного христианского праздника – Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. По данным Левада Центра, строго соблюдать Великий пост планируют 2% россиян. Остальные не готовы в полной мере изменить свой рацион. Как заверяют социологи, охотно готовы соблюдать пост женщины и респондента старше 55 лет. При этом мужчины и молодежь в возрасте от 18 до 24 чаще сохраняют обычный режим питания в период поста. Многие из них разделяют мнение, что поститься по нынешним временам дорого, из-за того, что в меню должны быть орехи, фрукты и овощи, что не совсем по сезонам. Однако те, кто придерживается православных традиций не первый год, говорят, что при разумном подходе можно даже сэкономить. Особенно, если основой для простых постных блюд в будние дни станут разнообразные крупы, а также заготовки на зиму – квашеные, соленые и мороженые овощи. Более дорогие и сложные в приготовлении обеды советуют оставить на выходные. Тогда пост будет максимально разнообразным и не так ударит по семейному бюджету. Умские моржи проводили зиму по своим обычаям. Они устроили массовое обливание холодной водой. Акцию назвали «Пробуждение». Перед началом участники этого флешмоба спокойно позировали в купальниках. Затем выполнили интенсивную разминку. А после удивили озябших зрителей тем, что по команде одновременно окатили себя водой. Поклонники закаливания собрались в парке «Зеленый остров». Именно здесь находится база клуба «Моржи», которому в этом году исполнилось 50 лет. Сторожилы движения хоть и говорят о пользе таких водных процедур, но сразу предупреждают, что подходить к ним нужно с осторожностью. Сдуру можно сломать все, что угодно. Если у вас плохое настроение, вы не лезьте сюда. Но если вы созрели, вот знаете, вообще ничего. Я купалась при минус 32 с ветром. Новичков в стройных рядах поклонников здорового образа жизни на этот раз не было. На площадке собрались те, кто давно занимается зимним плаванием или уже много раз окунался в прорубь на крещение. Впрочем, организаторы надеются, что на следующий год кто-нибудь из мечей, наблюдавших за моржами издалека, придет сюда уже не только за зрелищем и кашей, а в качестве участника и рискнет окатить себя ледяной водой. В Омск завезли опасные сорняки. Сотрудники регионального управления Росельхознадзора провели партию семян цветов и обнаружили там запрещенные в России растения. Помимо семян цини, дачникам мог достаться неприятный бонус в виде карантинной череды волосистой. Продукция поступила в Омск из Москвы, но производство находится в Италии. Чтобы вредоносное растение не обосновалось в регионе, в надзорном ведомстве приняли решение уничтожить всю опасную партию. Причем это уже не первый случай поставки зараженной продукции. В декабре на прилавках могли оказаться семена других цветов, но с тем же сюрпризом. Череда волосистая прибыла в Омск из Танзании. Партию также уничтожили. Череда волосистая является агрессивным видом. Экстракты из растений тормозят прорастание семян. Снижается урожайность культурных растений. Семянки сорняка имеют колючки, которые цепляются за животных, за одежду людей. И таким образом распространяются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова